Сахарный человек Как-то раз я был на студию группы «Каспийский груз» и звуковик этой группы рассказал мне историю про музыканта по имени Сикстер Одригес. Этот человек записал альбом, потратил все свои деньги и забросил музыку и устроился на работу, на завод. Как-то его пластинка винилая попала в Африку и стала там мега популярной. Он был человеком-загадкой, никто не знал, как он выглядит. И однажды два человека-детектива решили разобраться в этом и найти его. Они нашли его и сделали ему гигантский тур по Африке. Он проехал, собрал кучу людей и вернулся обратно на завод. Меня это очень вдохновило. В общем, о нем есть фильм, и я решил посмотреть его. Пока я смотрел фильм, я узнал, что у него есть песня «Сахарный человек». Она называется «Шугамэн». Песня про дилера, который продает человеку сладости за голубую монету. Под голубой монетой развивается честь и достоинство. И я раскрыл эту тему так, как она была бы близка мне лично. Это песня-предупреждение о том, что наркотики – это плохо. И они поначалу дают тебе что-то, но забирают намного больше. Вот, это что касается трека, а что касается клипа. Ребята, пошли! Начали! Перекинулись! Мы снимали его три дня подряд. Первая смена была 16 часов, вторая смена была 24 часа, и на следующий день смена 17 часов. Это были самые масштабные, крупные съемки вообще в моей жизни. Мы снимали как будто бы не клип. У меня было ощущение, что я нахожусь в фильме, и что мы снимаем кино. В съемках участвовало больше сотни человек. В общем, по сюжету клипа герои забегают в здание, которое символизирует наркотическую зависимость. И у нас есть коридор, отражающий этот путь. И по бокам с обеих сторон двери, означающие различные наркотики. Мы забегаем в первую дверь. Эта комната символизирует травку, марихуану. Кто-то повнимательнее наверняка заметил, на столе в этой комнате стоит кружка, на которой написано «Best Son Ever». И на шкафу висит стикер «Колму позвонить маме». Это пасхалки такие небольшие, из альбома «Обезьяны в офисе» совместно с «Лоттерей Билжен». Далее мы выходим из нее, и Настя, актриса, которая играла главную героиню, ее взгляд притягивает в какая-то сияющая дверь. И она зовет меня туда. Эта комната символизирует такой наркотик, как экстази. Это была самая горячая сцена. У нас было несколько полуголых девчонок, парней, которые из своих тел собрали целый диван. Изначально мы хотели сделать отсылку на обложку альбома «Хайласт». Изображена девчонка, лежащая горизонтально. Но не так-то просто сделать мебель из людей. Как спрятать голову? Целуемся? Заходим! Ребята профессиональные танцоры, и они репетировали это несколько дней до съемок. Репетировали это на самих съемках. Укладывались около часа, чтобы получить форму дивана. Самое сложное было тем, кто находился внизу, потому что на них давили все, кто сверху. И они были фундаментом для этого дивана. Но я думаю, еще было сложно и тем, на кого я падал и садился. Как бы я сел на чью-то жопу прямо. Мне повезло даже, потому что я мог сесть и на лицо кому-то. То есть даже не мне повезло получается. Для того, чтобы снять сцену падения на этот диван из человеческих тел, мы построили специальную конструкцию, которая опускала бы меня из вертикального положения. Горизонтальное, очень плавно. Это выглядело, как какой-то каркас куба. К одной из граней была приделана камера. А на противовозной стороне находился я. После этого мы под воздействием наркотика находимся в состоянии иступленной страсти. И открывается следующая дверь, третья. Она символизирует принятие ЛСД. Эта сцена очень была непростой, наверное, одной из самых сложных. Пришлось построить такую штуку из фермы, движущаяся, крутящаяся ферма. Человекам пришлось постараться, чтобы она держалась в равновесии, работала и крутилась. Она весила килограмм двести, наверное. Несколько людей крутили эту конструкцию, чтобы все работало и ездило. В общем, это было не так-то просто. В этой сцене показано, как два человека, будучи вместе, из-за вмешательства наркотиков расходятся. То есть они уже на разных полнах. И Настя ловит бедак, бед триф, если наивиться плохо. Этот момент она очень круто сыграла. Вот именно тогда я понял, что, блин, все непросто. И это очень круто, актерское мастерство. И то, как Настя это сыграла, что я работаю с профессионалами, я это прямо осознал в полной мере тогда. Далее показывается сцена, где мы пытаемся вернуть все обратно. Настя видит меня, подходит ко мне и пытается дотронуться. Но перед нами стена, прозрачная, стеклянная, стекло. Твою мать. Настя пытается достучаться ко мне, но у нее никак это не выходит. И я понимаю, что это конец и ухожу. Я иду по коридору и сталкиваюсь плечом к плечу со странным, непонятным, незнакомцем в черном плаще и шляпе. И это еще одна отсылка. Это и есть Сикстер Родригес, человек, написавший песню «Шуга Мэн». Дальше передо мной вход просто в социальную жизнь, назад в общество. Но меня не пускают охранники, они меня скручивают и вышвыривают из клуба. Мне даже не приходилось играть это, потому что у меня уже был подобный опыт. Клубный. И охранники бросают меня прямиком в психушку. Психушка здесь олицетворяет внутреннюю борьбу человека-зависимого. Раз, два, три, четыре. С левой стороны. Раз, два, три. Четыре, пять. С правой стороны. После всего этого безумия главный герой пытается вспомнить, как он жил до этого, какие ценности у него раньше были. И он помнит, что у него была девушка, и он хотел бы остаться с ней, пойти по коридору в обратную сторону, но там никого нет. Он понимает, что он один, и дверь стоит прямо перед ним, самая последняя его дверь, которую он вообще когда-либо сможет открыть. Отбросив все надежды, он ведет вперед, открывает дверь. И так мы попадаем в комнату, олицетворяющую последний этап жизни наркомана. В данном случае это героинка. Комната выглядит примерно так же. Это еще одна отсылка к фильму на игле. И обычно в этих комнатах люди просто доживают свою жизнь. Они уже не выходят из нее. И то же самое происходит в клипе. Своей любимой сценой в клипе, и самой сложной, скорее всего, я бы назвал. Сцену со смертью. Я сначала не очень понимал, как это играется. Но Стас объяснил мне, как это делается. Он мне сказал, что подумай о том, что завтра ты умрешь. И подумай о том, чего ты лишишься, и чего ты не сделал, и кого ты любишь. Я сидел и думал минут 10, 15, 20. Вошел в это состояние и сыграл это. Но было очень сложно потом выйти из него. Приехали мои друзья, флиппер, кейк, аэро, чтобы сняться в следующем кадре. Мы снимали все не по порядку, никак в клипе. Так всегда обычно и делается походу. Было очень сложно выйти из этого состояния. Я ходил очень грустно и говорю, парни, пошутите что-нибудь, чтобы я пришел в себя. И они меня спасли. Все сработало. Кстати, это отсылка к фильму на игле. Если не смотрел, а если не смотрел, посмотри. Крутой фильм. Как это вообще работало и как это опускалось. Подо мной в яме была как бы дверь такая, ну деревянная дверь, прямоугольник из дерева. И сверху был натянут ковер. Ковер за веревки по углам держало 8 человек. Ну не то, чтобы прям просто держало. А прям как бурлаки на Волге они тянули. Это все с такими типа, давай, 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 давай. Это было типа, ну хотелось быстрее все отыграть идеально, чтобы пацаны больше не заебывались так сильно. Они до этого вообще яму копали эту ебельно гигантскую. Все, я вас поздравляю, мы сняли эту газу. Также весь клип был снят на пленку, на настоящую пленку. Там видно зернистость в клипе, это не эффект, это прям пленка. И когда ты снимаешь на пленку, ты не можешь расходовать ее так, как ты хочешь, потому что она окончается и стоит тоже немалых денег. Поэтому у нас на каждую сцену было по 3 дубля. А до этого мы просто репетировали без камеры. Сначала мы репетировали без камеры, потом мы репетировали проход с камерой, но она не снимала. А потом мы уже делали 3 дубля, полноценно снимая. Для меня это определенно новый уровень в создании клипов. Очень высокая подготовка, люди, профессионалы собрались. Я прям работал с профессионалами, мне очень понравилось и очень много дало мне это опыта. В плане актерского мастерства, в плане вообще такой подобной работы, в плане того, я научился мало спать. Ну то есть я теперь очень хорошо менеджеру свое время. Огромный респект и уважение, спасибо вообще всем, кто помогал мне в этом клипе, участвовал, внес свой вклад. Даже той бабуле, хорошенькой бабуле, которая на кухне, где мы кушали, все делала с едой, вот это она тоже свой вклад внесла точно, вот, блин, стопудово. Ваши ощущения? Офуитительно, опупела, рекомендую нахуй. Ее взгляд притягивает, какая-то сияющая дверь, и она зовет меня туда. Конечно же я пошел. Конечно же я пошел, ебать. Ладно. Безобидно, вполне себе, просто ребята отдыхают на хате. Сука, я иногда потеряю его с нить. Есть карточки реально со словами? Редактор субтитров А.Семкин